Сквер имени 30-летия в ЛКСМ напротив транспортного университета – одно из любимых местом мечей. Летом прошлого года в его отдаленной зоне по адресу Карла Маркса, 16-1, открылся новый лаунж-бар. Водители, желающие попасть в заведение, начали докучать отдыхающим в сквере. Автомобили проезжали через пешеходные дорожки ко входу в бар, игнорируя парковки рядом. Свидетелями многократных нарушений стали местные жители. Алися Белецкая и вовсе чуть не оказалась под колесами иномарки. Мы шли с собакой домой после прогулки. Автомобиль двигался по пешеходному тротуару. Моргал мне фарами, чтобы я отошла с его пути. На мое замечание, что это является пешеходная зона, он сказал, что он здесь ездил, ездит и будет дальше ездить. Ему очень нужно. Каждое подобное нарушение местные жители фиксируют на камеру и направляют жалобы в госавтоинспекцию. Только от Алисы Белецкой поступило пять заявлений, но результата нет. ГАИ на эту проблему дают лишь отписки о том, что это не их зона действия, это депконтроли, зеленые насаждения. Ну, сейчас можно видеть, к чему это привело. Зеленые насаждения отсутствуют, поскольку их разъездили под снегом. Ограничить движение автомобилей по территории сквера пытается и соседка Олеси Белецкой, Светлана. Женщина также неоднократно писала жалобы в Омскую госавтоинспекцию и департамент контроля. Прикладывала фото и видео доказательства. Даже предлагала решение проблемы. На мое предложение установить знак «пешеходная зона». В ГАИ мне ответили, что сквер сам по себе является пешеходной зоной и знак в данном случае не нужен. Но, когда встает вопрос о вынесении штрафа, поскольку машины двигаются по пешеходной зоне и стоят на тротуаре, ГАИ отвечает, что зимой тротуар засыпан снегом и не видно бордюрного камня. Соответственно, доказать, если дело дойдет до суда, что это является тротуаром, пока засыпан бордюрный камень, невозможно. После встречи с корреспондентами телеканала Омск ТВ жители неожиданно получили внятный ответ на свои многочисленные жалобы от департамента контроля Омска. Разъяснение о Мичке ждали полгода. Парковка водителей у лаунж-бара все-таки признана незаконной, однако привлечь к ответственности водителей, которые заезжали в сквер, невозможно. Срок правонарушений истек. Дополнительно сообщаю, что указанный адрес в 2023 году будет включен в маршрут объезда территории Центрального административного округа города Омска с применением комплекса измерительных значений текущего времени с фотофиксацией «Паркнет». Местные жители намерены и дальше добиваться установки специального знака на территории сквера. Только тогда госавтоинспекторы смогут штрафовать нарушителей. Обеспокоенные Омичи готовы обращаться даже в Генеральную прокуратуру.